Здарова, народ! И все владельцы танка КВ-1 сейчас будут очень сильно удивлены и даже обрадованы, потому что, вот засеките сейчас, народ, буквально 3-4 минутки и посмотрите, какие странные вещи начнут происходить на ваших глазах. Вот реально, 3-4 минутки подождите и вы будете крайне сильно удивлены, потому что крайне необычные вещи начнут происходить с КВ-1. Ну короче, давайте смотреть, реально, действительно достойный бой нас всех ждет, ну и вот товарищ на Т6 Медиум, посмотрите, гений, гений своего дела, братан, у тебя все нормально с головой, расскажи, а? Что ты делаешь, дорогой ты наш, а? Т6 Медиум, веселый, хотел тут, я не знаю, кололазан я каким-то заняться, но понял, что, видимо, горное дело это не его и решил все-таки нормальной классической дорогой дальше поехать. Ну, погнали, вместе с Т6 Медиум, как мы видим, особо из союзничков никто не желает нам помощь на фланге оказать, те кинули, у нас там вообще любители бибу потеребить на базе сидят, посмотри там, расположили себе спокойненько в кустиках сидят, отдыхают, вообще не волнует пацанов. Т6 Медиум, ну куда ты встал? Не, ну вот, объясните мне, народ, зачем он здесь стоит, вот в этих кустах, блин? Кого он собирается выцеливать? Центры карты абсолютно под нашей командой, вон, по мини-карте, блин, видно, видно, что там все занято нашими союзниками, там ни одного прострела нету. Ну, поедь ты хотя бы к его первому, помоги. Не, 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 ну, а зачем? Ну, мы все видели в начале, от того, как он там на вот эту горочку заезжал, это, в принципе, все про этого товарища описал. Ладно, мы тут приезжаем, становимся на прострельчик и кто-то уже нас тут может сейчас будет поджидать. Ну, ребят, выкатывайте, ну че вы там стоите за углом, дерзайте? Вот 100% там за углом кто-нибудь есть, но пока не спешат. Противники тут с нами в бой вступать, ну, поехали. Поехали, попробуем разобраться тогда с ним. Так, а че тут у нас на центре? На центре прострелов нету, на всякий случай проверили. КВ-1, я бы на твоем месте вот бочину спрятал, потому что она у тебя, конечно, думаешь, ты бронированная, но на самом деле под прямым углом с центра карты может таких тебе трендюлей прилететь, дружище. Пола не покажется. Опа-на, вражеский Т6 медиум. Дружище, я надеюсь, ты такой же веселый, как наш союзный. Поехали с тобой, поболтаем. Пошел в рывончик на Т6 медиум и раз, 132 и посмотрел. Ля шо творит КВ-1? Ля быча, шо творит? Выкатывает в наглую, тараном. Вообще забил. Так, а это что такое? ПЗ-38. Как у тебя? Давай мы тебе массаж сделаем аккуратненько. Массажик бочка твоего. ПЗ-38 походу немножечко завис, задумался о смысле жизни. И не желает как-то продолжать в этом бою участвовать. ПЗ-38, до свидания. Или не до свидания? Снаряд попался нам. Отдельный один китайский. Ну да ладно. Давайте разворачивать свою задницу назад и возвращать ее на базу. Потому что там у нас, кроме куриц-сиделок, которые высиживают кусты весь бой, особо никого нет. И, честно говоря, мне кажется, вот эта вся шушера там в ближайшие несколько минут отлетит от вражеского КВ-1, который своей броней он уже почти до нашей базы добрался. И, скорее всего, у него получится затея там нашу команду поерзать. Так, тут у нашего первого синдром теребящего танкиста дергает немного камера. И поэтому возьму камеру, пока я под свой контроль. Так, опа. Этот зорочек там прикатил в наше расположение. Посмотри, а как ты проехал? А, он по первой линии мимо нас там проскочил. И уже на нашу базу причесал. Кстати, вот сейчас будет всех этих ПТшек, которые там по кустам сидят. А как всех? Там уже один он ПЗСВЛ-1С остался, и все. Он сейчас начнет высвечивать. Ой-ой-ой, какие гости там у нас на базе твою дивизию. А база-то уже почти проиграна, народ. Так. Нужно нашего первого спускать вниз и ехать дефать все вот это направление. Там Хедзер еще мутит, крутит. А ну, Хедзер, иди сюда. Иди к папочке. Ля какой-то свободно тут катаешь. Вообще обордел. Посмотри. На нашей базе ездит. Наших там ЛТшек шугает. А ну иди сюда. Куда ты собрался? Тобой КВ-1 говорить пришел. Алло, братан. Ты попустись немного. Так, а это что? А это что? КВ-1. Я тебе скажу, позиция у тебя не лучше. Открыл борт. Ой, тут еще один КВ-1. Белы-палы. Да шо ж их так расплодилось-то? А ситуация-то все. Наша команда Басрамс наложила в штанишки и вдвоем мы против семерых остаемся. А все. В одиночку уже. В одиночку против семерых народ. На КВ-1. Я думаю, финал будет жарким. И все эти товарищи чухают нашу базу удобрять. Посмотри. Хотят там рис выращивать, наверное. База свободна. И честно говоря, мы будем довольно долго тащиться. КВ-1 он хороший, бронированный. Ну, блин, медленный. Ничего не поделаешь. Медленный и все. Поэтому до базы нам не так просто будет добраться. Ох, тут какой горизонт событий-то. Ядрите, посмотри. Все выстроились. Выстроились как на парад, блин. Лага. 168 сняли. И посмотри, уже залетают на нас. Но броня показала ему средний палец этому товарищу. Не один раз пробил нас. Все-таки еще, в принципе, 657 хп. Но учитывая, что там нам еще бодаться с двумя КВ-1. Я бы на месте нашего героя хпшечки поэкономил. Так. 11-14. Один против четверых уже. Ну, немножечко мы улучшили ситуацию. Братан, а у тебя как дела? 113 хп. Паншотники есть. Одного КВ-1 сняли. Уже полегче. Но вон еще, посмотри, за углом нас другой поджидает. 147. И этого товарища неужели сейчас растащит, а? 49 хп у него. Нет, ты посмотри. У нашего КВ-1 походу уже совсем наглость зашкаливает. Выкатил. Подставил весь свой танк. Даже о танковании не думает. И вот, вот результат. Присунули нам. Присунули по полной щеке. На 345. Вражеский КВ-1 тоже не дурачок. Наверное. Сейчас проверим. А нет. Не такой уж и умный вражеский КВ-1. Тоже трендулей получает. Пробить нас не может. А стоило только немного довернуть. Вот посмотри. Броню, конечно, можно иметь. Но надо уметь еще ей как-то пользоваться. Собственно, как и с мозгами. Похожая ситуация. Да, но вот только с броней. И наш герой чуть-чуть довернул. И уже мы переигрываем этого товарища. Он даже не думал. Вот пока у него 3 хп не осталось. Он не додумывался прокатиться вперед. И выбрать себе позицию получше. Нет. Таид свелся. Ему лень даже на кнопку там W нажать вперед поехать. Ну и вот. Последний противничек остается против нас. ПЗ СФЛ-1С. 247 хп. У нас, кстати, тоже ровно 247. Вроде бы противник 4 уровня. По идее, мы должны сейчас переигрывать его. Ехать, заканчивать этот бой. Но проблема в том, что эта ПТшка, она довольно быстренькая. Может удрать. А наш КВ-1 подвижностью ни хрена не славит. Будет тащиться, как дед Валера домой просто после трехнедельной пьянки, да? До противника. Очень долго и с большим усердием. Так, ну ладно, давайте посмотрим. 6 минут до конца сражения. КВ-1 летит. Чувствует уже свое превосходство, преимущество. Но надо еще как-то реализовать. А вот этот товарищ, посмотри. Полный баг 95-го премиумного улетает от нас. Удирает. Но мы его не отпустим. Не отпустим уже. А ну сюда. Нет, блин, зараза, заехал за угол. Ты посмотри, 9 фрагов у нас. И Колобанов, и Пулу. Все может быть сейчас в комплекте. Только вот этого гаденыша мелкого надо приговорить. Ладно, народ, пока КВ-1 едет за ним. Напомню вам быстро, что спонсоры этого ролика парни с классного сайта. А вот кит, где вы прямо сейчас можете себе золото и премиум танки получать. Залетайте. Открывайте главный контейнер. Там шикарная скидка на него. Просто безумная. А также каждый может получить подарок на вот кит лично от нашего канала. Для этого при пополнении счета нужно указать вот этот бонус. Промокод. Промокод, который на экране. Вот перед вами. Введите его при пополнении. И получите гарантированный подарок-бонус. Каждый, кто вводит промокод, получает подарок. В закрепленном комментарии и ссылочка на вот кит и промокод. Все там внизу. Залетайте. Смотрите. Ну и не забывайте также, народ, подписываться на наш телеграм-канал. Уже сегодня я выложу там бонус-коды на голду. Можете зайти получить. В закрепленном комментарии тоже ссылочка. Обязательно зайдите, подпишитесь. Также периодически буду там бонус-коды на золотишко выкладывать. Ну и смотрим дальше финал. Вот он противник. 89 хп. А ну сюда иди, а ну-ка. Есть. Вот такая победа. Я думаю, владельцы КВ-1 будут рады посмотреть такой бой. А мы идем к итогам. Итого у нас медаль воин, основной калибр, колобос, защитник, пул, мастер. Короче, тут всего гора. Вверху справа прошлый видос. Залетайте, смотрите. А мы с вами, народ, увидимся в новых роликах. Пока, народ.